Приветствую вас. Прочитал ваш текст, ваш вопрос, да. Значит, здесь есть, конечно, некоторые неясные моменты, не совсем понятны, но необходимы для того, чтобы можно более четко понимать ситуацию, да. Значит, сейчас вы говорите одно о том, что у вас есть парень, вот, и о том, что есть еще другой парень, тоже, который, в общем, которому вы испытываете, видимо, какие-то чувства, ну, раз вы говорите, что не против с ним встречаться, вот. Но этот парень, он держит вас на расстоянии. То есть, вы сперва видели в нем желание с вами сближаться, да. Вот, вы сперва видели в нем желание быть к вам ближе, а потом, после того, как он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вам после этого, вот, после того, как он был в состоянии алкогольного опьянения, и, значит, сказал вам, да, чтобы ему нравить. Он после этого решил отдалиться, и никак вам больше симпатий не проявляет. Связано это, скорее всего, с тем, что мужчины знают о наличии другого человека, о наличии другого мужчины, и постараются избежать конкуренции по ему одному, естественно, видимым причинам, по ему одному ведомым обстоятельствам, ну вот, он избегает соперничества. Почему я говорил именно то, что он избегает соперничества, да, потому что далеко не все мужчины, готовы соперничать другими. Ну, кто-то может считать это детским садом, кто-то может считать это вообще бессмысленно. У кого-то моральные принципы не позволяют вот так вот себя вести, да, а кто-то там боится чего-то, ну, может бояться и так далее, вот. То есть, кто-то может вообще, вот, ваш мужчина может стыдиться того, что произошло, да, то есть, просто он, будучи пьяным, к вам сказал о том, что у него к вам чувство. Для некоторых это тоже довольно такое, ну, серьезное унижение, ну вот. И человеку после этого тяжело, сложно адекватно смотреть на объект симпатии, на объект своего желания, вот. Потому что кажется, что, во-первых, ты унижился, во-вторых, что тебя могут использовать. И это, пожалуй, еще одна причина, по которой мужчина, возможно, не хочет с вами быть. То, что он боится или считает, что вы будете его использовать, ну, как-то, так или иначе, будете его использовать, манипулировать им. Вот, он этого не хочет. Значит, ага, вы говорите о том, что не против с ним встречаться, да, вот, как сказали вы, но, обратите, у вас уже есть парень. Как вы сами, 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 для себя решите этот вопрос, что у вас есть парень, и вы хотите встречаться с другим? Ну, вам коллега уже ответил на этот вопрос, поэтому я не буду постараться, но, тем не менее, попробуйте подумать об этом, потому что вам нужна своя, своя такая, ну, по возможности, четкая, и... Лаконичная позиция по этому вопросу. Далее. Вы спрашиваете на слабом, вот, что мужчина вам сказал, что он не может с вами встречаться, да, и... Он сказал, что именно так. Да, то есть, я не могу встречаться с тобой так. Как именно так? Говорите вы. Не объяснил. Ну, вот, давайте попробуем. Имеется в виду так, здесь это ситуация, которую вы, мужчину, поместили. То есть, ситуация такая, что он, значит, у вас другой, не позволяет своим, видимо, чувствам проявиться, да, ну... Подавляет их, подавляет свои чувства. Вот. Ему, ему это не нравится, его это не устраивает. Он может быть, может быть, чувствует напряжение из-за этого, из-за того, что он, ну, вот, вынужден свои чувства подавлять, да, но он не видит другого пути. То есть, вы, как бы, спарным, а значит, ну, доверия, доверия к вам у него нет, вот, раз вы спарным. Вот. И, соответственно, он не может встречаться так, имеется в виду, что вы, по его мнению, увидели его, то есть, мужчину, да, вы увидели его в очень таком, знаете, ну, скажем так, плохом. В плохом свете. По его мнению, по его мнению, вы увидели его в очень плохом свете. То есть, вы увидели его не трезвым, вы увидели его пьяным, мужчина, возможно, как бы... Я подумал, что теперь вы его не будете уважать, ну, так как раньше, например, или так, как могли бы, например, уважать. Вот. И, соответственно, это ему тоже очень не по душе, это ему, соответственно, тоже очень-очень не нравится. Вам я рекомендую подумать все-таки о том, что вас не устраивает с первым мужчиной. Да, то есть, какие у вас трудности там, вот, и для чего вы хотите, не бросая первых мужчин и не завершая с ним отношения. Начать встречаться, нажать или начинать встречаться с другим уже. Вот. Вот. Вопрос в том, что вас лгать на это. Знаете, то есть, если человек, вот, второй мужчина, которому вы предлагали встречаться, если он знает, что вы, встречаясь с одним, предлагаете встречаться и ему тоже, это значит, что кого-то вы обманываете, да, кого-то вы обманываете. И это означает, что вам нельзя доверять. А если вам нельзя доверять, то, соответственно, человек не может чувствовать себя с вами в безопасности. Ну, просто вот не может. Это нужно понимать. Поэтому тут вы можете, в зависимости от того, чего хотите, вы можете человеку дать понять, что им дорожите. Что им вам дорого, что вы готовы сделать шаг вперед, не просто слова, а именно поступки. Потому что мужчины понимают слова действий только, ну, язык действий. Вот. И сделать это нужно не ради него, а ради себя. Чтобы, ну, если вы, вот, решили это сделать, если вы решили уйти от первого мужчины, да, то, если вы это решили, то чтобы решили и сделали для себя. Не для него, не для второго мужчины, да, для себя. Потому что с первым вы явно не счастливы. И вот, прежде чем вообще думать о том, что делать дальше и думать о поведении второго мужчины. Надо подумать, а чего я это сама хочу? Чего меня это не устраивает, вот, например, с первым? Люблю ли я его? Чего я хотел бы для него, например? Понимаете? Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.